Я вас всех приветствую. Сегодня у нас семинар по теме поля элементы управления в документах Microsoft Office. Часть вторая. Считается, что возможно вы видели первую часть, в которой мы разговаривали о возможностях Word через элементы управления, что там можно делать. Сегодня мы говорим об Excel. Немножко о себе. Меня зовут Сидорова Елена Владимировна. Я являюсь преподавателем Центра Специалист уже 8 лет. Я являюсь тренером Microsoft и являюсь мастером по линии Microsoft Office 2013. Курсы, которые веду в специалисте, они как бы разбиты на группы Excel, Word, PowerPoint, ну и базовая компьютерная подготовка для старшеклассников, школьников, ну и взрослых. Обычно взрослые уже идут по индивидуальным занятиям. Содержание нашего семинара не очень большое, но у нас и всего час рабочего времени, то есть 45 минут при плюс-минус 5-10 минут. Значит, мы говорить будем с вами о следующих вещах. О колонтитулах файлов Excel, то есть что с ними можно делать. О том, как можно с помощью специального окна форм данных вносить данные в нашу таблицу или просматривать большие таблицы по каждому элементу, по элементу. И поговорим о том, как элементы управления форм, типа флажки, счетчики, полосы прокрутки и так далее, могут нам помочь в вычислениях, то есть в работе с нашими документами и в построении динамических диаграмм. Итак, колонтитулы. Колонтитулы это специальные поля, вернее специальные области на верхнем и нижнем поле нашего рабочего листа, где можно вносить какую-то информацию. Эта информация будет появляться на каждом листе данного документа. Колонтитулы в Excel можно вставлять несколькими способами. Ну и для примера я открою файлик, подготовленный заранее, на любом из листов, например, на листе базы. Здесь уже есть какая-то таблица с данными, она достаточно большая на первый взгляд. Значит, допустим, мне ее нужно будет потом распечатать и нужно, чтобы Excel на каждом листе мне выдавал такую информацию, как имя автора, дата создания или дата печати, номер страницы. Первый способ создания колонтитулов это вкладка вставка, группа под названием текст и кнопочка так и называется колонтитулы. Нажав на нее, мы с вами попадаем в режим разметка страницы, сразу в верхний колонтитул и у нас активируется вкладка под названием конструктор. На этой вкладочке расположены кнопки верхний и нижний колонтитул, то есть мы можем переходить в любой из них и выбирать уже заготовленные разметки. Например, мне нужно написать, допустим, страница такая-то и имя файла. Значит, беру версию, страница 0, задание к семинару такой-то. И, значит, на остальных листах у меня появляется вот такая вот фраза, страница первая, страница третья, страница вторая и так далее. Почему он мне не написал, вернее, написал страница 0? Сейчас разберемся. Значит, я вхожу в колонтитул, открывая вкладку конструктор и параметры. И параметры. Значит, особый колонтитул для первой страницы. Давайте мы его поставим. И тогда Excel нам вообще не будет информацию показывать. Этот вариант мы обычно используем, если у нас первая страница является титульной. Далее. Возвращаю назад. Ставлю флажок «Разные колонтитулы для четных и нечетных страниц». В этом случае он мне может что делать? Либо четные показывать, нечетные не показывать. Вот они все нечетные, вот они все четные. Либо я могу просто на втором четном листе задавать настройку обратную. То есть вот здесь написать название файла, вот здесь номер страницы. То есть для двусторонней печати это, наверное, будет идеальный вариант. Возвращаюсь обратно в колонтитул. Снимаю флажок «Разные колонтитулы». И опять у меня показываются эти данные на всех страницах. Теперь по поводу нуля. По поводу нуля. Значит, мы с вами переходим на вкладку «Конструктор». Находясь в поле «Страница». И смотрим на номер страницы. На номер страницы. Если я выбираю номер страницы вот отсюда, он мне показывает просто 0.1. А до этого у меня была фраза «Страница такая-то из…» Ой, а что это у меня переключился? Значит, давайте посмотрим, можно ли сделать изменения. То есть можно ли изменить нумерацию для нашей вот этой страницы другими способами. То есть пока этого выхода не видно. То есть нигде нет настройки, какая страница и как она будет отражаться. Сейчас я делаю следующее. Я выхожу на другой лист и рассматриваю второй вариант создания колон-тутлов. Это вкладка «Разметка страницы», диалоговое окно под названием «Параметры страницы». То есть я выхожу в диалоговое окошко. К нему можно добраться и другими способами, например, через файл «Печать». Но мне кажется, так будет сейчас проще. Итак, вкладка «Разметка страницы», «Параметры страницы». В этом диалоговом окне также есть вкладка «Колон-титулы», где мы можем с вами в списке верхний колон-титул, где слова нет, выбрать, опять же, один из вариантов готовых. Например, страница 1, задание к семинару. Допустим, хочу такой же, как в предыдущем листе. И здесь у нас показывается первая страница. И здесь у нас показывается первая страница. Давайте посмотрим, какие здесь еще дополнительные есть. Ну, «Печать», понятно, это на принтер. «Просмотр» тоже понятно. «Свойства». «Свойства макета листа». То есть здесь мы тоже не можем повлиять на нумерацию страниц. Поэтому то, что Excel сделал у меня на предыдущем листе, это фактически необратимое действие. «Написал», значит, что можно было сделать. Можно было попробовать сохранить файл, отменить вот эту вот команду, сохранить файл, закрыть и открыть его еще раз. Можно попробовать. «Делетом» удалить. «Делетом» удалить. И, соответственно, «Закрыть», «Сохранить». Так, и открыть еще раз. Где он у нас? Вот он. И попробовать номер страницы поставить через вкладку «Конструктор». Нет, то же самое. Замечательный момент. Замечательный момент. Честно говоря, у меня в Excel 0 появился только первый раз за все 20 лет работы с Excel. Попробуем найти проблему и ее решить потом. Итак, значит, колонтитулы. Мы создаем либо через вкладку «Вставка» колонтитул, либо через разметку страницы «Параметры», либо мы просто сразу заходим в «Разметку страницы». Разметка страницы – это вид, который можно выбрать через вкладку «Вид» и «Разметка страницы», соответственно. Либо через режим просмотра, который можно выбрать внизу на строке «Состояние». Он так и называется – «Разметка страницы». Итак, выбираем. Нас сразу выводят вот в это поле и в «Разметку». Мы сами говорим, куда хотим встать. Например, в нижний колонтитул, в центр. И на вкладке «Конструктор» в списке «Элементы колонтитулов» мы можем выбирать изменяемую информацию, которую вставляют в колонтитул. Это номер текущей страницы, общее количество страниц документа, текущая дата, текущее время и так далее. Из них же мы можем формировать нестандартную нумерацию. Например, страница такая-то из стальки-то страниц. Здесь у нас будет некий текст повторяться на всех страницах. Это константа, поэтому ее мы пишем руками. Например, в виде стр.пробел. Так, маленькими. Страница. Пробел. Дальше. Нажимаю на кнопку, которая вставляет поле номер текущей страницы. Номер страницы. Дальше дописываю пробел. Из. Пробел. И выбираю кнопку, которая показывает общее количество страниц нашего документа, нашего листа. Выхожу из области и получаю, что у меня данный лист находится на двух страницах печатного текста. Ну, а допустим, верхний колонн титул справа, я хочу поставить информацию об авторе. Вхожу в верхний колонн титул, в правую область открываю вкладку конструктор, ищу, есть ли у меня информация об авторе. Такой кнопки нет, поэтому автора я могу ввести только через специальный уже набор, верхний колонн титул и где-то вот здесь. К сожалению, я сейчас не вижу этой позиции, скорее всего, из-за того, что у меня либо в свойствах это не прописано, нашего документа, либо он не может из этого свойства подцепить. Давайте проверим. Захожу в файл, значит, ну вот смотрю, автор, некий юзер, а я просто не увидела, что это юзер. Поменяю сейчас на себя, правая кнопка мыши, изменить свойства, ну и вместо юзера пишу сидорова, е.в. Выхожу, смотрю сейчас, колонн титул стали, конструктор, верхний колонн титул, да, вот оно. Свойства есть, к сожалению, это свойство берется только в паре с номером страницы и с датой, поэтому, ну что делать, выбираю, допустим, вот этот вариант. Ну и через какое-то время у меня эта информация появляется на моем колонн титуле. Кстати, ничего страшного, если я потом, допустим, среднее поле, там, где нумерация страниц, просто дали там почищу. Вот такая вот информация по колонн титулам. Ничего особенного, сверхъестественного здесь нет. Это не Word, где можно подцеплять какие-то свойства, но вот что есть, то есть. Вывод, что мы можем с вами, как бы, сказать, что колонн титулы мы можем вставлять через диалоговое окно параметры страницы, мы можем с колонн титулами работать через вкладку вставка инструмент колонн титулы и через разметку страницы вставка в верхнего и нижнего колонн титула или настройка их через вот эти вот кнопочки элементы колонн титулов на вкладке конструктор. Второй темой у нас является, тоже небольшая тема, которая называется окно форм данных. Это достаточно интересный инструмент. Выглядит он вот таким вот образом. Открывается окошко, где ставится название листа автоматически, на котором мы находимся. Перечисляется название заголовков всех столбцов. И те данные, которые были уже внесены, прописываются в виде счетчика от 1 до 9. В данном случае у меня было 9 полей заполнено. И, соответственно, все данные по первому номеру, по второму, по третьему и так далее. Здесь же мы можем нажимать кнопочку добавить, удалить какие-то позиции, переместиться назад, вперед, ну и так далее. Так вот, такое окошко с появлением 2007 версии Excel найти достаточно сложно. Оно скрыто. Оно скрыто в списке всех наших инструментов. И достать мы его можем только из этого списка куда? Либо на панель быстрого доступа, то есть вот сюда вот дополнительно кнопочкам. Либо вы можете решить проблему так, хочу на вкладку главное, куда-нибудь вот сюда в конце, при создании новой пользовательской группы. Вот давайте и тот, и другой вариант мы посмотрим, как это делается. Мы заходим в настройки нашего Excel, либо через файл параметры, либо через правый щелчок на ленте, настройка ленты. И в разделе настроить ленту мы выбираем из списка, где по умолчанию стоит часто используемая команда, команду, все команды, то есть вот этот вариантик, все команды, все инструменты, которые есть в Excel. Список достаточно длинный. Нам нужно в самом конце по алфавиту найти инструмент под названием форма. Под названием форма. Вот она. Далее, если я хочу поместить этот инструмент на вкладку главное, я справа помечаю, какая вкладка, и если просто нажму на вкладку и нажму на кнопочку добавить, он скажет, я не могу этого сделать, могу только поставить в новую пользовательскую группу. Поэтому сначала мы на вкладке главное выделяем ее, нажимаем внизу кнопку создать группу. После группы редактирования она должна появиться как новая группа настраиваемая. Можно ее переименовать через соседнюю кнопочку переименовать, например. Ну что-нибудь там. Можно написать, допустим, там моя. И нажать на окей. Появляется новая группа, куда уже я могу переместить инструмент форма. Выбираю форма, нажимаю добавить. И в эту группу у меня этот инструмент помещается. Точно так же вы можете поместить сюда несколько инструментов, с которыми будете работать. Сейчас, перед тем, как нажать на окей, я покажу, как такую же кнопочку поставить на панель быстрого доступа. Ну, чтобы два раза не открывать. Перехожу в раздел панель быстрого доступа. И повторяю все действия с поиском. Часто используемые меняю на все команды. Далее ищу кнопку «Форма». И нажимаю на кнопку «Добавить». Он здесь не будет ругаться, потому что здесь отдельных групп нет. Итак, жму «Окей». Сейчас у меня должно произойти следующее. На панели быстрого доступа появилась кнопочка. И на ленте вкладки «Главная» в группе «Моя» появилась также кнопка. Как вызываются эти инструменты? Ну, с лентой понятно. С панелью быстрого доступа можно, конечно, мышкой, а можно с клавиатурой вызывать. С клавиатурой вызывается так. Кнопочка «Альт» один раз нажимается. И вы увидите, как все наши кнопки панели быстрого доступа пронумеруются. У меня моя кнопка называется номером 4. То есть, если я сейчас четверочку нажму, у меня это окошко появится. В чем, что интересного произошло. Я находилась на листе от диаграмма. И у меня он подцепил данные этой таблицы. И сказал, что у вас там 20 элементов заполнено. И первый элемент вот с такими данными. Дальше, листая вниз полосу прокрутки, вы можете так прокрутиться по всем, всем, всем позициям. Или нажимая на кнопочку «Далее, далее, далее, далее». Это называется поэлементный просмотр нашей таблицы. Пока мы это закроем и выйдем на лист база. То есть, здесь, да, и отключим режим «Разметка страницы», чтобы войти в нормальный режим работы Excel. Снова либо кнопочка на строке «Состояние», либо вкладка «Вид». Либо вкладка «Вид». Обычный режим. Итак, моя задача сейчас посмотреть несколько элементов, а потом добавить новый. Либо «Альт-четверочка», либо вкладка «Главная», вот эта кнопка «Форма». Открываю. И Excel сейчас говорит, у вас 91 элемент, хочу какой-нибудь в серединочке полосу прокрутки. Прокручиваю, допустим, вот на позицию 70. И у меня под 70 номером вот такие данные были введены. Здесь же, если мне необходимо, я могу внести какие-то корректировочки. Ну, например, сумму поставить, что-нибудь там, 4 500, например. Телефон поменять. Что-то тут у меня, аж два телефона написано. Ну и так далее. Дальше просто закрываю мое окошко. А распечатать это можно? А распечатать в виде вот этих форм – это просто диалоговое окошко. Вот. Можно только скриншотами, наверное, если нужно именно в форме. Что далее? А дальше я хочу добавить один новый элемент. Не хочу заполнять таблицу построчно, вот как здесь есть. Хочу вот через эту формочку. Что делаю? Открываю форму, захожу в конец, и открывается новое поле, где я должна проставить номер 92 в моем случае, написать дату приема, ну пусть будет сегодняшнее число 8, 10, 16. Ниже FIO, например, себя. Телефончик какой-нибудь абстрактный. Ну и так далее. Нажимаю на кнопку «Добавить» и вижу, как этот элемент… Не вижу пока еще, пускаюсь вниз. Закрываем. Сейчас посмотрим, как этот элемент уже отразился в нашем диапазоне. Вот он номер, дата, FIO и, соответственно, тот телефон, который я там ввела. Вот таким вот образом через форму мы с вами можем что делать? Мы можем посрочно вводить данные через окошко, мы можем поэлементно просматривать. Ну и кнопочку мы должны установить либо на панели быстроводостного, либо на нужную вкладку ленты, создав предварительно новую пользовательскую группу. Это были две маленькие темки, которые, я думаю, что пригодятся в работе. По крайней мере, окна форм – такие интересные моменты. Но сейчас мы переходим к главной теме сегодняшнего семинара – это элементы управления. Элементы управления форм – это, как я уже сказала, несколько видов, флажки, щечки и так далее. Значит, алгоритм нашей работы будет такой. Элементы управления, они ставятся через специальную вкладку, которая называется «Разработчик». Поэтому нам ее сначала нужно будет вывести на ленту, если ее нет. Каким образом мы это с вами делаем? Кстати, она у меня есть. Открываем вкладку «Файл». «Параметры». И идем в раздел «Настроить ленту». Далее в правом списке ищем флажок под названием «Разработчик». Если его нет, устанавливаем и жмем «Ок». Если есть, просто закрываем окно. И переходим на вкладку «Разработчик». Нам нужна будет для работы группа под названием «Элементы управления» и инструмент под названием «Вставить». Вот если мы его сейчас откроем, мы увидим, что очень похожие две группы – элементы управления формой и элементы «Эктификс». Есть кнопки, есть списки, есть флажки, есть какие-то текстовые поля, есть кнопки переключателей и так далее. Но первый ряд – это элементы формы, которые настраиваются через диалоговое окно свойств, а элементы «Эктификс» – их настройка ведется через Visual Basic. То есть настройки Visual Basic. Соответственно, мы с вами с Visual Basic, ну я, по крайней мере, не сталкивалась давно. Поэтому мы будем работать через элементы управления формой, которые, в принципе, доступны всем. Что мы будем иметь в виду? Сейчас покажу несколько примеров. По той базе, которую я сейчас вам показывала, значит, была выведена такая форма квитанции, где прописано было название аптеки, какой-то адрес, все эти данные абстрактные. Вот, затем квитанция номер заказа. Вот здесь в ячейке ставится какое-то значение. Сейчас у меня стоит 83, я могу поставить там единичку, двойку, например, и так далее. Что он будет делать? Он будет этот номер искать в базе и по этому номеру выполнять нам доставку информации. Если, допустим, мы зайдем в какой-нибудь из ячеек, мы с вами увидим достаточно серьезную формулу. Формула, которая у нас рассматривается по частям. Функция ВПР, кому неизвестно, вертикальный просмотр или вертикальный поиск рассматривается у нас на втором уровне Excel. А вот функции связки, поиск позиций и так далее, это третий уровень Excel. Там интересные вообще вещи рассматриваются. Если что, я вас приглашаю, можете посмотреть там программу нашу и так далее. Значит, что делает эта формула? Сейчас по шагам я вам ее расскажу. Значит, она заглядывает в ячейку база, словом база, и ищет позицию, ну, допустим, в какой мы там ячейке стоим, вот в дате. Давайте вот сюда, в дату выдачи перейдем, чтобы было поведнее. Ищет позицию значения ячейки Е10, слово дата выдачи, в второй строке этого листа. Это строка-заголовка. По этой позиции она определяет, из какого столбца нужно брать данные. То есть, что такое ВПР? Мы говорим, что ищем, где ищем, в каком столбце нам нужна нужная информация. И точность поиска 0 говорит о том, что нам нужно 100% совпадение слова, фразы, дата выдачи. Если будет хотя бы один лишний пробел, то он эти данные не возьмет. Итак, через функцию ВПР он ищет данные и смотрит, если это значение пусто, то он вот в этой ячейке выдаст пустоту. А если нет, он выдаст то значение, которое там находится. Для чего вот это вот такая сложность, пусто или не пусто? Для вот этих позиций. То есть, если мы будем искать, допустим, позицию вот этого параметра, и он его в базе не найдет. Они просто не везде прописаны. Что ему делать? Естественно, нужно оставлять пустоту. Вот об этом и говорит вот эта фраза. Если пусто, значит ничего не пиши. А если не пусто, значит пиши то, что там есть. Ну и фраза, если функция, если ошибка, говорит о том, что если все-таки ошибка будет типа решетка НД, данных нет, то вместо этого напиши нет заказа. Попробую какую-нибудь позицию найти. А, допустим, вот здесь я напишу сейчас то. У меня база закончилась на 92 номере, сотого номера заказа нет. Соответственно, во всей моей квитанции будет фраза нет заказа, нет заказа, нет заказа. И сейчас я вам показала, как действует номер заказа, введенный вручную. То есть двоечку ввели, получили второй заказ и так далее. А вот рядом я сделала заготовку, где показывают, как этот номер можно выбирать через элементы управления. Первый элемент называется список. Я его открываю и говорю, а давай покажем там 88. Он вводит 88, соответственно, оттуда подтягивает данные. Вот такой вот вариант выбора. Далее. Второй вариант использовать список раскрытый, а не свернутый. Он в виде вот такого длинного более списочка. И добраться до нужной позиции мне быстрее. Чем полоса прокрутки от этого отличается? Полоса прокрутки также работает по соседним позициям или вот этим движком я могу двигаться быстрее. Но, к сожалению, я вот этих данных не вижу. Мне нужно все время следить за текущей ячейкой. Что там у меня выбирается? Вот этот вариант. Ну, а счетчик делает все то же самое, только он не может прокрутиться через там 10-20 позиций. Он пересматривает только каждую соседнюю. То есть мы сейчас с вами посмотрели, как это работает. А вот далее мы эти элементы управления попробуем построить сами. Итак, первый элемент управления. Мы с вами сейчас посмотрим, как создаются эти элементы управления. На вкладке разработчик открываем кнопку вставить. И в первом блоке ищем инструмент поле со списком. Поле со списком. Рисуем его где-нибудь. Я буду рисовать ниже, чтобы было понятно, что это не заготовочка. Вот такой вот инструментик. Вы его пока нарисовали, он выделен, можно уменьшать, увеличивать размеры. То есть здесь ориентируйтесь сами. Как только вы из него вышли, то левая кнопка мыши будет работать только на открытии вот этого списочка и выбор оттуда. Пока у нас элементов нет. Пока элементов нет. Сейчас мы делаем настройки этого инструмента. Либо правая кнопка формат объекта. Так даже, наверное, будет лучше. Давайте так. Правая кнопка формат объекта. В окне элементов управления мы можем поработать с размером, но тогда уже в сантиметрах. Уменьшать, увеличивать будем. Либо по масштабированию. Дальше перемещать с изменениями или без изменения размеров. Самая главная вкладочка под названием элемент управления нам сейчас нужна. Итак, формировать список по диапазону. Вот здесь нам нужно сказать, откуда брать вот этот перечень. Либо вы идете на базу и просто вот так вот выделяете все, что там есть. Вот так. Но тогда у нас расширение этого списка может не получиться. Либо вы можете наш диапазон превратить в системную таблицу, что у меня уже было сделано опять же заранее. Для тех, кто не в курсе, показываю как. Встаете в любой диапазон, открываете вкладку «Главное форматировать как таблицу» либо «Контрол-Т» и шмете на «Ок». Вот чем этот вариант хорош от обычного диапазона, тем, что новые элементы, там 21, например, они будут автоматически расширять нашу таблицу и для списка это будет замечательно. Так вот, у меня была создана таблица заранее, поэтому диапазон саморасширяющийся. И как мы с вами будем формировать этот выпадающий список. Значит, правая кнопка «Формат объекта», формировать список по диапазону, выходим на базу и начиная с ячейки А3 и до конца выделяем. Так как это умная или системная таблица, он будет расширяться сам. Теперь, второе поле называется «Связь с ячейкой», где нужно будет отражать результаты нашего выбора. У нас это ячейка H8, где стоит номер заказа, по которому будем искать данные. По поводу поля «Количество строк списка», я думаю, что вы помните, когда я списочек вот этот открывала, там открывался какой-то вот набор. Вот как раз сколько элементов в этом наборе при открытии будет, здесь и формируется. Можете поставить меньше, можете поставить больше. Ну, допустим, для интереса я поставлю пятерку. Жму на «Ок», пока у меня в этом поле стоит 0 и в ячейке H8 тоже стоит 0, открываю. Ну и вот первые пять элементов, а дальше уже полоса прокрутки. Какой нужно, выбираю. Соответственно, номер квитанции подписывается, ну и все данные из базы подтягиваются. В принципе, по тому же принципу создаются и все остальные. То есть мы с вами создаем элемент управления, настраиваем его свойства и привязываем к какой-то ячейке. Если это свойство на диапазоне, значит еще привязываем к диапазону. Ну, для практики будет интересно, наверное. Выходим на вкладку «Разработчик». Снова вставить. Элемент управления, ну давайте по порядку пойдем. Счетчик после флажка сразу. Рисуем его. Правая кнопка мыши «Формат». И смотрим, что здесь с нас требует Excel. Текущее значение. Текущее значение – это то, которое при нажатии на «Ок» вы увидите вот в этой ячейке. Допустим, я хочу увидеть таблицу 12. Минимальное значение в нашей таблице начинается с единицы, заканчивается. И вот здесь я максимальное значение писать не буду, а ставлю так, как есть. Потому что я не знаю, сколько у меня в моей таблице источника будет этих заполненных строк. То есть, если я поставлю здесь, допустим, сотню, а у меня будет 102, 103, 104, они просто отражаться не будут. Оставляю как есть. Шаг изменения. Это на сколько шагов нужно будет подниматься или спускаться при нажатии вот на эти стрелочки. Единичка. Ну и связать с ячейкой – это снова четверочка. Ячейка H8. Настроили, нажали на «Ок» и получили, что сразу в этой ячейке число 12 отразилось. Это текущее значение. Ну а дальше просто на счетчик щелкаете назад, вперед, увеличиваете, уменьшаете и просматриваете каждый из элементов нашей базы. Идем дальше. Кнопка «Вставить» на вкладке «Разработчики». Следующий, так, 3, пятый элемент, получается, список. В отличие от поля со списком, он выглядит вот так. То есть, ему нужно дать место. Размерчик. И снова настройки. Правая кнопка «Формат объекта». «Формат объекта». Значит, формировать список по диапазону. Это снова наш диапазон нумерации. Как вы видите, принципы работы одни и те же. Только немножко настройки разные. Связать с ячейкой. Снова с H8. По поводу возможности выбора набора значений. Это, как бы, с одной стороны, интересный момент. Получается так. Если я оставлю несколько, я могу вот из этого списка выбрать, допустим, вот этот, вот этот и вот этот одновременно. Но что мне даст это при решении моей задачи? Ничего хорошего. То есть, это возможно где-то в других задачах, в других темах. Поэтому я здесь оставляю одинарное значение. Нажимаю на «Ок» и снова список уже сформировался. Моя задачка просто выбирать то, что хотела. Ну и точно так же мы работаем с полосой прокрутки. Вставляем, открываем, рисуем. Правая кнопка «Формат». И настраиваем. Текущее значение какое-нибудь. Минимальное. Очень похоже на счетчик. Максимальное. Ну пусть будет, допустим, там. Опять же, 300. Шаг изменения. Когда мы щелкаем по стрелочкам. И шаг изменения по страницам. Если вспомните основу работы с полосой прокрутки. Можно щелкать вот здесь, а можно щелкать вот здесь, в поле. Между движком. Так вот. Щелчок по полю около движка. Слева, справа, сверху и снизу. Это как раз шаг изменения по страницам. Ну пусть 10 остается. И связь с ячейкой снова там, где у нас формируется номер. Нажимаем на окей. Получаем еще один элемент управления. Вот все, что есть. Вот под 300. Нет такой позиции, нет заказа. Ну а дальше мы посмотрим с вами, как элемент управления можно использовать для создания диаграмм. Несколько примеров таких у нас рассматривается на курсе уровень Excel 3. Я вам покажу как бы смысл. Есть некая таблица, которая содержит много-много данных за несколько лет по каждому наименованию. Мне нужно, чтобы Excel формировал круговую диаграмму по каждому наименованию в сравнении между годами. И я бы могла выбирать это наименование либо через выпадающий список. Вот хочу велосипед, хочу кружку, хочу там коньки и так далее. Либо опять же через счетчик, пролистывая все подряд. Либо через полосу прокрутки. Создание и настройка этих элементов управления точно такая же, как и в предыдущем задании. И связь с диаграммой, каким образом осуществляется. Мы из всей вот этой исходной таблицы, в зависимости от выбранного номера, который выбирается после, допустим, вот этого, использования вот этого списка, подтягивалось бы название и данные по годам. Подтягиваться будет через стандартную функцию ВПР, которая говорит, загляни в ячейку А25, посмотри какой там номер, из диапазона А2 и 21, то есть вот этот исходный диапазон, забери данные, которые находятся. И вот эта функция может быть не всем знакома, она называется столбец. Она ищет столбец, который совпадает с текущим. То есть открытая и закрытая скобка говорит, что это столбец текущий там, где мы пишем формулу. В данном случае в столбце В он говорит двоечка, в столбце С он будет говорить, что это столбец третий и так далее. Итак, был сформирован вот такой диапазончик через ВПР и, соответственно, скопировано. Ну а потом построена простейшая круговая диаграмма. То есть выделен диапазон с наименованием, вкладка, вставка, круговая диаграмма. Ну и я ее взяла простейшую, вот такую. Значит, что дальше? Дальше мне нужно было эту диаграмму связать с ячейкой. Я поставила списочек. Давайте на свойства этого списка глянем. Формат объекта. Списка. Привязала к диапазону названий. Это вот этот диапазон столбика В. А связала с ячейкой А25, куда он выводил номер этого названия в списке. То есть чем у нас с вами особенным является вот этот список, когда мы создаем его не по числовому столбцу, а по текстовому, он в результате выдает номер местоположения этого объекта вот в этом списке. Почему и удачно у нас таблица создана? Потому что каждый товар связан с номером по порядку. И именно по этому номеру он будет определять вот эти данные. Итак, значит, я выбираю, допустим, другую позицию. Он мне перерисовывает. Так, почему он не перерисовывал у меня здесь? Так, ага, интересное кино получилось. Так, смотрим. Сейчас как? О, сейчас будет меняться. То есть он нам... Поняла. Когда... Давайте расскажу, что получилось, чтобы не было потом причин, что... Вернее, проблем, когда у вас такая же ситуация получится. У меня выделено было вот эти два столбика. Вернее, две строки. Что они нам показывают? Два текста в первой колонке, а дальше идут ряд числовых значений. И когда я выбрала круговую диаграммку, он мне диаграмму построил по верхнему ряду. То есть взял его как значение. Поэтому, когда я меняла вот здесь наименование, он не привязывался к диаграмме. Что нужно было сделать мне? Выделить ячейки А24 по И25, чтобы он понял, что первая строка является строкой заголовка. И тогда вставка диаграмма. И он мне первую строчку задает как значение. Ну и теперь, выбирая элемент, соответственно, я получаю новые данные. О том, что сделать, если мне нужно, допустим, проценты получить. Это простейшие действия, опять же, из разряда диаграмм. Либо я на вкладке конструктор выбираю экспресс-макет, который уже содержит процентные данные. Либо я добавляю подписи данных. В 13-16 версии это достаточно просто. Сделать через плюсик в правом уголочке. Подписи данных. Он будет брать пока числовые значения из ячейки. Ну а для того, чтобы получить проценты, я должна подкорректировать их. То есть захожу через правый щелчок в формат подписей. И вместо значений ставлю флажок доли. Значения из ячеек убираются. Доли. Это значит значение перевести в проценты. Вот такая вот ситуация при построении диаграмм. Ну а дальше рисуете счетчики, рисуете полосы прокрутки, рисуете списки. В зависимости от того, как вы будете выбирать ваши данные, перелистывать. Вот он будет таким вот образом рисовать наши диаграммы. То есть зачем нам нужны элементы управления? Для того, чтобы получить вот такую динамику выбора из одного большого списка, выбрать какой-то определенный ряд и по нему пересисовать диаграмму. Соответственно, если мы вернемся к алгоритму, что мы сначала сделали? Мы активировали вкладку разработчик, затем в группе управления, элемент управления, выбрали кнопку вставить, нашли инструмент, нарисовали его и настроили свойства через диалоговое окошко. Например, диалоговое окно полосы прокрутки выглядело вот таким вот образом. Давайте вернемся к тому, что мы должны были сделать. Калантитулы мы с вами рассмотрели. Если рассматривать позицию с наших курсов, калантитулы как тема рассматриваются в Excel первого уровня, окна форм данных вообще в нашем курсе не затрагиваются, то есть это новая информация. Но элементы управления разбираются на курсе Excel 3. Формулы, которые были рассмотрены, рассматриваются на курсах Excel 2, это ВПР, если ошибка, функция если и всякие там столбцы и индексы поиска позиций и так далее рассматриваются на Excel 3 уровня. На этом мы с вами сегодняшний семинар заканчиваем. И вам спасибо, что вы к нам пришли и прослушали.